Утро на телеканале Россия продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре среда 21 июня. В Совете Федерации проходят Дни Чувашской Республики. В стенах Палаты регионов уже состоялись заседания комитетов, где рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития Республики. На сегодня запланирована встреча главы Чувашии и председателя Верхней Палаты Парламента Валентины Матвиенко. Главным событием дня станет частью объекта Российской Федерации. Открытая выставка достижений культурных особенностей Чувашии. Она состоит из двух блоков. На презентационных стендах можно познакомиться с инвестиционным потенциалом региона, узнать об интересных проектах в области промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, физической культуры и спорта. Художественная экспозиция представлена большим панно с созданными по мотивам работ про скивити. Здесь же разместили выставку Георгия Фомерикова и даже инсталляцию Макринского моста. В Чувашии создают уникальную технику, которая незаменима на современном производстве. Одно из чебоксарских предприятий совместно с ЧГУ разрабатывают систему беспилотного управления вилочным погрузчиком. Как отмечает руководитель регионального Минпрома Александр Кондратьев, проект позволит автоматизировать складские комплексы и системы хранения. Также, по его словам, ожидается, что производительность таких умных машин превзойдет показателей предшественников, которые работают под управлением человека. К слову, беспилотный погрузчик будут создавать в три этапа. Среди преимуществ разработки умная машина будет распознавать препятствия на пути и своевременно преодолевать их. Сегодня в физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни» открывается вторая смена уникального проекта Международного детского центра «Артек» «Губернаторский лагерь». Напомним, в первой приняли участие 385 ребят со всей республики. Смена называлась «Макоманда» и была посвящена познавательным, развлекательным и спортивным мероприятиям. В этом году на территории лагеря появилась умная спортивная площадка, футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, зоны воркаута и уличные тренажеры, которые были очень востребованы. К слову, объект оснащен Куэркадами, который помогает самостоятельно заниматься спортом по специальным программам. Отдыхающие также окунулись в атмосферу туризма, учились собирать палатки, плести морские узлы и выживать в тяжелых погодных условиях. Мы спрашивали, кто хочет домой, домой никто не хочет. Мне кажется, это очень важный показатель. А если говорить о самом проекте, у нас в республике сегодня утверждена концепция, в котором у нас будет три базовых лагеря. Белые камни, где мы сегодня присутствуем, Росинка и Лесная сказка. В столичных парках запретят кататься на электросамокатах. Это решение было принято на комиссии по вопросам развития транспортной сети и безопасности дорожного движения. В ГИБДД отмечают, что от чебоксарцев стали часто поступать жалобы на водителей электросамокатов. Именно поэтому предложено ввести запрет на поездки в Парке Победы, детском парке имени Андриана Николаева и в Лакрейском лесу. Напомню, что недавно мэрия установила знаки, запрещающие кататься на Красной площади. Также нельзя передвигаться на этом виде транспорта в скверах, на стадионах, набережных, где нет тротуаров шире 1,5 метра, по кладбищам и пришкольным территориям. В республике на этой неделе ожидается желтый уровень опасности. Напомню, на территории Чувашии сейчас действует особый противопожарный режим. Запрещается сжигать мусор и траву, а также разводить костры в общественных местах. Несоблюдение правил влечет за собой предупреждение и штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Берегите природу. А я на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин